Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 5 января 2023 года. Четверг. Завтра пятница. Как я всегда повторяю, лучший день. Ну, а завтра он вообще для православных христиан вообще знаменательный, святой вечер. Поэтому я поздравляю всех православных христиан с наступающим Рождеством Христовым. Вот. И желаю вам в мире покоя отпраздновать Рождество Христово. В местное время сегодня 23 часа, ровно местное. Киевское 24, то есть 0. И уже 6 января. Московское час ночи тоже. 6 января 2023 года. Итак, сегодня я продолжаю чтение глав из книги немецкого психиатра-психолога Эмста Кречмера «Медицинская психология», издана в Москве в 1927 году. Избранные главы из его этого произведения. Значит, сегодня я планирую вам зачитать часть четвертую «Личность и типы реакции». Это четвертая часть, большой заголовок «Личность и типы реакции». А глава 12 – «Переживания». Комплекс их сверхценной идеи, юбор-бертиги идеи. Психические переживания как причина. Формы переживания. Рессентимент, чувство злобы. И борьба за власть. Итак, начинаю чтение. Сейчас немножко увеличу. Вот так вот. Итак, глава 12, часть 4, книги Эрнста Кречмера «Медицинская психология. Москва, 1927 год». Глава 12. Я ее зачитал вам. Краткое содержание этой главы. Под переживанием мы разумеем окрашенной эмоцией душевный комплекс, который самостоятельно выступает в сознании. Из равномерного течения психических функций там и тут, как острова, всплывают сильно аффективно окрашенные, более узкие соединения представлений и восприятий, которые со своей стороны преобратают широкое определяющее влияние на дальнейший психический процесс. Только такие выделившиеся отдельные группы мы называем переживаниями. Станет ли впечатление переживаниями или нет, это зависит не только от силы соединенных в нем внешних факторов, но и от интрапсихической констелляции переживающего индивида. Незначительный, маленький кивок головы может стать для влюбленного предметом сильного переживания, долго господствующим над его мышлениями и действиями. Наоборот, вид волнующего моря, могущий стать для жителя материка сильным переживанием, рыбаком уже совершенно, как таковое, не отмечается. То, у кого определенно предрасположенных людей сильно аффективные переживания, особенно неприятного свойства, имеет иногда тенденцию становиться чем-то вроде инородних тел и сильно откалываться от устремляющего дальше потока психических явлений, так обособляться, что даже при желании отделаться от них не удается. Они не поглощаются, не могут быть просто забыты, но и не могут быть использованы для актуальных психических процессов. Они образуют самостоятельные энергетические побочные центры, которые тягостно воздействуют на общий психический процесс, давно уже между тем продвинувшиеся вперёд, нарушая его. Такие энергетические побочные центры мы называем комплексами. Термин «комплекс» происходит от Блёйлера и Юнга. Он часто употребляется и в более широком смысле, а именно для обозначения эмоционально окрашенных групп представлений. Они имеют большое значение для возникновения нервных заболеваний и реактивных психозов. Отдельные типы темпераментов расположены комплексом в очень различной степени. Циклотимики большей частью непосредственно перерабатывают раздражение от переживаний приятного или неприятного свойства так, как они их получают. Гипоманиакальный тип, весёлый, подвижный, как ртуть, без внутренних задержек, наивно и без остатка, отдающийся каждому новому впечатлению, не знает никаких длительно действующих комплексов. У меланхолика же легко возникают доминирующие идеи, но не комплексы. Его депрессивные страхи согласуются с его общим душевным процессом, а не откалываются от него. Чизотимики, напротив, очень склонны к комплексам, а среди них особенно нервные гиперэстетики. Их комплексы – это изолированные отщепления и заторы в течение их аффектов, основаны на тех же самых расстройствах, проводящих путей в целостном нервном аппарате, благодаря которым часто их психомоторность делается также неровной, углобатой и задержанной. Но и у преимущественно анэстетических шизотимиков, наружно представляющихся в высшей степени холодными, даже у глубоко индолентных старых клинических шизофренов, мы находим в самой глубине часто еще некоторые специфические сверхчувствительные комплексы. Смотря по предрасположению характера человека, его комплексы занимают различное положение по отношению к сознанию. У одного они преимущественно сферичны, то есть подсознательны. Они не могут быть четко и житы в центре души, но беспокоят его и мешают, подымаясь с периферии или из темных глубин его сознания. Такие сферические комплексы основаны чаще всего на катативном вытеснении, задержкой напротив, называем мы такие комплексы, которые постоянно с мучительной отчетливостью находятся в центре сознания. Вытеснение образует главную базу для истерических типов реакции, задержки же для сенситивных, принудительно-невротических и чувствительно-параноических. От комплексов следует отличать другой вид сильно аффективных переживаний, а именно сверхценные идеи. Кто-нибудь, допустим, несправедливо, по его мнению, осужден в каком-нибудь процессе. Это переживание обиды охватывает всю его душу. Оно на долгое время делается господствующим содержанием его жизни. Он обращается во все инстанции, ничего не видит и не слышит, кроме того, что имеет отношение к его «большому делу». Взято в кавычки «большому делу». Это сверхценная идея. Она не является энергетическим побочным центром, но, скорее, единственным главным центром, не откалывается, а сливается полностью с целостной личностью. Вся личность согласуется со сверхценной идеей, отдавая ей добровольно всю имеющуюся в ее распоряжении психическую энергию. Личность растворяется в идее, отождествляется с ней. Идея является ее ядром и вершиной. Человек, который тот же самый процесс пережил бы как комплекс, старался бы, наоборот, отделаться от тягостного впечатления, поражения в суде, забыть его, перейти к другим, более приятным, привычным жизненным задачам, есть, пить и спокойно работать. Но как раз ему, как раз при таком привычном энергетическом основном течении психического процесса, комплекс постоянно противоставлял бы известные помехи. Сверхценная идея принадлежит к числу важнейших побудителей человеческих действий. Сверхценная идея собирает в наименьшей точке величайшую силу, а потому она особенно подходит к сверлящему, проникающему вглубь мышлению, к некоторым видам исследовательской и изобретательской деятельности, вообще к обретению интенсивно концентрированных высоких достижений. В любви и в партийной политике возникают сильнейшие сверхценные идеи, тиранически сводящие к себе все мышление и делающие слепым ко всему постороннему. В области психопатологической мы находим сверхценные идеи при экспансивном развитии и в несколько иной непродуктивной форме при реактивной депрессии. Как же действуют сверхценные идеи и комплексы на общий душевный процесс, в частности на ассоциативную деятельность и на память? Вопросительный знак. Сверхценная идея действует как полис магнита на железной опилке. Все укладывается концентрически вокруг нее и направлено на нее. Вся энергия устремляется к ней, все мысли к ней соотносятся. Кругозор, следовательно, сильно сужается. Сверхценная идея выбирает всегда из умеющегося в ее распоряжении материала лишь те наблюдения и воспоминания, которые ей подходят или могут быть обращены в ее пользу. Все же, что не имеет для нее цены или противоречит, выключается из сознания и не находит в себе в ней отзвука. Она, следовательно, действует на память и наблюдательность, сильно преобразуя их. Воспоминания у умов, не способных к сопротивлению, могут в короткое время превратиться в нечто противоположное себе. Таким образом, сверхценная идея производит двоякое. Первое. Суженный душевный кругозор с катативным подбором психического материала. И второе. Склонность к идеям отношения, которые у психопатов может затем привести к систематически построенным параноическим бредовым представлениям. Воздействие комплексов понять не так легко. Можно, например, сделать следующий ассоциативный опыт. Взяв ряд безразличных отдельных слов, мы к ним присоединим несколько таких, по отношению к которым мы предполагаем у исследуемой личности комплексную аффективную окрашенность, и предлагаем ей быстро отвечать на раздражение от каждого скаженного ей слова первым попавшимся ей словом. Когда мы получаем реакцию, при ряде нейтральных слов почти всегда очень быстро, приблизительно в тех же самых коротких промежутках времени. Если же между этими словами попадется отдельное слово, которое заденет комплекс, или вообще фиктивно окрашенную группу, то мы часто получим сильное удлинение времени реакции, а также и влияние комплекса на ответное слово по его содержанию. То же мы отмечаем и в повседневном наблюдении комплексы нарушают плавный процесс мышления. У кого есть комплекс, тот рассеян, неровен, в своем внимании многое прослушивает. Подобным же является и влияние комплекса на психомоторную сферу. Люди с таким комплексом легко оговариваются, неловко себя ведут, роняют предметы и тому подобное. Такой же капризный и не поддающийся учету под влиянием комплекса делается и функция памяти, в частности воспроизведение воспоминаний. Вдруг мы не можем вспомнить хорошо дотоли знакомое имя или число. Цитируя хорошо знакомое стихотворение, мы застреваем в знакомом месте, или мы явно ошибаемся в каких-нибудь данных, в знании которых мы до сих пор были совершенно уверены. Такие ошибочные реакции основательно проработаны у Фройда. Психопатология обыденной жизни – это его работа, имеет иногда большое психологическое значение, которое легко может использовать искусственный диагноз. Они могут указать нам путь к комплексам, которых их носитель не хочет признать за собой, или которые сферически или подкорково локализованы, а потому недоступны ему самому. Между прочим, они приводят не только к комплексам в узком значении этого слова, здесь употребленным, но и коэффективно окрашенным представлением вообще. Интересный пример приводит Юнг в работе. Карл Густав Юнг, «Эба, дипсихологи, дер Деменция Прекокс, 1907 год». Юнг о психологии раннего слабоумия. Некто хочет процитировать известное гейновское стихотворение. «Ein Fichtenbäum steht einsam» – на севере диком стоит одиноко. На строчке «In schleffert» он останавливается, он не может вспомнить продолжение. «Митвайсайдеке», «Митвайсайдеке», то есть белым покрытием. Когда его, взяв эти слова за точку исхода, заставили отдаться свободным ассоциациям, он образовал следующий рад. «При вайсардеке, белом покрове, думаешь о саванне». Дальше. «О полотняном покрове для покойников». Пауза. Дальше. «Теперь мне вспоминается один близкий друг». Дальше. «Его брат совсем недавно внезапно умер». Говорят, он умер от разрыва сердца. Дальше. «Он был также очень дороден». «Мой друг тоже дороден». «И я уже думал о том, что его может постигнуть то же самое. Он, наверное, слишком мало делает мациона. Когда я и услышал об этой смерти, то на меня нашел страх, что и меня может постичь то же самое, так как и в нашей семье есть склонность к ожирению. А мой дед также умер от разрыва сердца. «Я нахожу себя уже тоже слишком тучным». И на этих днях начал курс лечения от ожирения. Вот почему это лицо забыло продолжение. Значит, на строчке «Инн Шлеферт» его покрывает. Он не может вспомнить продолжение. Именно «Митвайсардекис» с белым покровом. Почему? Потому что вот у него вот такой, значит, при ассоциативном эксперименте вот такой ряд представлений. То есть, мысли о смерти, потому что он полилон. Значит, и вот я привел вам уже, прочитал целую, так сказать, последовательность его свободных ассоциаций. Здесь кроется сильный, эффективно окрашенный и походрический комплект. У корня – нарушение процесса припоминания. Таким же образом, при схематическом, ассоциативном опыте, исходя из слов, с удлиненным временем реакции, мы можем заставить свободно ассоциировать исследуемую личность и так докопаться до самого комплекса. Так иногда мы можем дойти и до патогенных комплексов в истерии или принудительном неврозе, если нам не удается получить их в прямом изыскании. Мы обозначаем некоторые виды обусловленных комплексом ошибочных реакций непосредственно как симптоматические действия, а именно, прежде всего, такие действия, которые происходят, между прочим, и бессознательно, например, когда кумпует бумагу, роняет обручальное кольцо, опрокидывает базу и тому подобное. Такие действия могут выдать иногда известную аффективную тенденцию, например, неприязнь к подарившему обручальное кольцо, в которое не хотят сознаться, хотя и не следует, однако, заходить настолько далеко, чтобы за каждой пустячной неловкостью или забывчивостью искать важный комплекс. Правда, в душевной жизни все детерминировано, то есть предопределено до малейшей детали, но не всегда именно комплексом. Как же разрешаются комплексы и сверхценные идеи? Вопрос. Разрежение таких сильных аффективных групп называют отреагированием, обреагирен. Многие из этих комплексов в нормальной психологии большинство постепенно разрешаются сами собой, они распадаются и теряют свою аффективную ценность, они подлежат, в конце концов, изнашиванию узур вследствие продолжительности времени, как и вообще материал нашей памяти. Другие разряжаются вдруг в неожиданной вспышке гнева или в каком-нибудь аффективном действии, после чего наступает отчетливое чувство облегчения. Так, у определенно предрасположенных людей комплексы, воспоминания о тягостной ситуации, скрытые, натянутые отношения личного свойства на почве прежней обиды долгое время могут пролежать скрытыми, как подземные мины, пока кто-нибудь нечаянно не подожжет фитиль, и они не дадут тогда сильного взрыва. Это может произойти в совершенно неожиданные моменты. Так старый кататоник, неделями пролежавший в неподвижном оцепенении, может внезапно вскочить, наградить пощетчиками нового сопациента и сейчас же обратно впасть в состояние своего оцепенения. Лицо этого со-пациента или ко-пациента мимолетным сходством, может быть, напомнило ему человека, который давным-давно его обидел. Подобные же явления встречаются и в нормальной психологии. Непонятные симпатии или антипатии по отношению к определенным лицам могут быть обусловлены неопределенным родством со скрытыми старыми комплексами. Далее, комплексы могут быть отреагированы в том случае, если создается для них возможность психомоторного проявления. Все подобные меры могут уменьшить или совсем уничтожить мучительный затор аффектов. Так благоприятно действует простое основательное рассказывание о пережитом врачу или доверенному лицу то, что называют исповедью. При вытисненных, ясно неосознаваемых комплексах также действует приведение их в область сознательной и душевной деятельности и отчетливое, конкретное продумывание их, приведение их связь с общим запасом всех представлений личности и включение в него, следовательно, уничтожение их отколотости, их комплексной изолированности. В данном случае у человека наблюдается то же явление, как у лошади, которая пугается темных предметов, смутно беспокоящих ее с периферии ее кругозора. Если же мы ее заставим ясно разглядеть тягостный предмет, она спокойно и уверенно пройдет мимо. Здесь, во всяком случае, рекомендуется большой такт. Со стороны врача существуют также вещи, которые лучше оставить в покое, которые постепенно устраняются благодаря изнашиванию памяти гэдэхнис узур. При раскапывании житока снова они мучительно оживают. Нужно почувствовать в разговоре, подействует ли раскапывание комплексов скорее мучительным или облегчающим образом, кто не обладает таким деликатным личным инстинктом вообще не должен заниматься утонченной психотерапией. Мы уже упоминали о том, что сублимирование является одной из ценнейших форм при отреагировании сильных побудительных тенденций даже комплексной структуры. Мы должны отвести правильное русло сильные источники энергии, содержащиеся в комплексах и сверхценных идеях, а именно привести их к психомоторному разряжению в форме продуктивных волевых действий. Чем больше при этом избранное направление деятельности вставляется в рамки содержащейся в сублимированной форме в комплексах и сверхценных идеях побудительной тенденции, тем большим и грандиозным, чем будет успех. Поэтому деятельность, а работа является ядром и путеводной звездой всей психотерапии, обширным стоком для всех психических энергий, который их принимает в себя и объединяет препятствия вредным откалываниям или отщеплением. Нужно комплексы употребить в работу, в энергичной или мыслительной деятельности и объяснении самим собом или лучше всего в действиях во мне. Именно непроработанная энергия переживаний является в первую очередь тем, что создает разными запутанными обходными путями ложные покривления и ответвления общего потока душевной жизни, неврозы и реактивные психозы. Так, следующая субглава или подглава – психические переживания как причина. Если мы находим комплекс в корне какого-нибудь невроза или мотив переживания источником какого-нибудь действия, мы часто не можем считать себя удовлетворёнными. Часто приходится слышать следующие вопросы. «Начал ли какой-нибудь политический деятель свою карьеру из личного честолюбия, корысти или из любви к общему благу?» Вопрос. Такие вопросы в большинстве случаев ошибочны в своей основе, потому что большей частью душевное расположение к какому-нибудь действию не складывается из одного или другого мотива, а из всех мыслимых в данной ситуации побуждений, только в различных отношениях их силы. Из такой неправильной постановки вопроса охотно делают следующий популярный вывод. «Я доказал наличность у данного политического деятеля личного честолюбия, следовательно, он не мог действовать из любви к общему благу». В действительности же дело обстоит так. При возникновении какого-нибудь действия образуется узел мотивов, если выразиться более общим термином, психический причинный узел, который может принять в себя и объединить одной общей целью энергетические частичные компоненты и самых разнообразных источников. Побудительная сила окончательно результирующего действия является в таком случае вполне целостной и единой и соответствует сумме вошедших в нее энергетических частичных компонентов. Если мы отнимем у политического деятеля его денежные выгоды, он часто будет добросовестно работать на благо Родины, но аффективный порыв, с которым он будет это делать, может значительно уменьшиться. Наиболее основным в такой группе мотивов в большинстве случаев является этически наиболее ценный мотив. Между тем, как банальные, эгоистические или низкие мотивы, энергетически принимающие, может быть, более сильное участие в сознании, представлены в большинстве случаев слабо, главным образом подсознательно-сферически. Особенно элементарно побудительные мотивы часто вытесняются в пользу утонченных этических обоснований, без того, чтобы здесь можно было сказать, это лицемерие, вышеэтический мотив совсем не принимал участие в качестве условия этого действия, он был только ширмой для мотива эгоистического или побудительного. В действительности нужно было бы сказать, что в это действие вошел целый ряд более сильных и слабых мотивов, и в таком узле мотивов типичным образом этически наиболее ценный является доминирующим в сознании, а наиболее элементарно побудительный является доминирующим в динамическом отношении. Умный психолог, практик, скорее потребует от какого-нибудь этического действия или направления жизни большей доли побудительности и здорового эгоизма, если он должен доверять его силе и продолжительности, ибо динамическая выносливость чистого этического идеализма у большинства людей бывает очень хрупкой и слабой. Сюда присоединяется еще один важный момент, аналогичный тому, что нам дают наблюдение над взаимодействием между волей и рефлексом. Если мы попробуем по своей воле и с полным сознанием усилить какой-нибудь находящийся в действии рефлекс, насильно его форсируя и подталкивая, то это нам не удастся. Напротив, как только мы присоединим болевой импульс совершенно диффузно и, между прочим, болевой и рефлексный импульсы сольются, тогда получается гладкий естественный смех, кашель или дрожь. Совершенно подобным же образом обстоит дело и с мотивами. Если бы приведенный нами в пример политический деятель каждое мгновение отдавал себя в том, что он занимается политикой а, исчестолюбия б, и скорости С, и из патриотизма, эти три мотива очень плохо сливались бы в однородную побудительную силу его действий. Следовательно, гетерогенные импульсы очень плохо сливаются при полном свете сознания, и чем дальше от центрального пункта сознания, тем более гетерогенные импульсы могут сливаться в однородную побудительную силу. Таким образом, слияние импульсов есть преимущественно сферическая функция, то есть подсознательная. Мы делаем следующую сводку этих простых, но часто забываемых правил образования мотивов. Первое. Большинство душевных реакций вытекает не из одного мотива, а из узлов мотивов. В них оказывается гораздо больше мотивирующих компонентов, чем мы сперва этого ожидаем. Второе. В узле мотивов имеется тенденция к тому, чтобы этически наиболее ценный импульс являлся доминирующим сознанием, а наиболее элементарно побудительный, доминирующим в динамике. Третье. Слияние импульсов является преимущественно сферической функцией подсознания. Чем дальше от центрального пункта сознания, тем более гетерогенные импульсы могут сливаться. В области неврозов мы находим яркие примеры, подтверждающие эти правила. Цитата. Пример. Пятнадцатилетний сын крестьянина подвергается лечению потому, что каждую ночь с испугом вскакивает из полусна, видит собаку, которая скалит на него зубы, после чего мальчик в страхе подбегает к спальне родителей, стучит дверь, воет и ведет себя, как бешеный, если ему не открывает. Он часами сидит перед дверью и не дает спать. До этого происходило следующее. Первое. Незадолго до того мальчик ездил в город. Там его в трактире внезапно укусила выскочившая из-под печки собака. Второе. Его будущее мачеха, находясь тогда на правах невесты в доме его отца, четыре недели ухаживала за его раной. При этом в конце концов мальчик влюбился в нее и сделал ей предложение, сказав ей, чтобы она не выходила замуж за отца, но подождала бы шесть лет, и тогда он сам женится на ней. Третье. Когда она отклонила его желание полового общения и стала насмехаться над ним, назвав его маленьким увольнем, он стал очень упрямым, стал по отношению к ней в острую оппозицию, ссылаясь на то, что она хочет его вытеснить из его первенствующего, после смерти матери положение в доме и хочет умолить долю его будущего наследства. Он по этому поводу сделал отцу принципиальное возражение. Свадьба, несмотря на это, состоялась за несколько недель до того, как разразился невроз. Четвертое. Он кое-что украл и боялся обнаружения этого. В предполагаемом динамическом сочетании причин этого невроза мы наблюдаем четыре следующих гетерогенных побужения или комплексов. Два комплекса боязни, различной окраски и совершенно различных оттенков, а именно а боязнь собаки как следствие укуса и б боязнь обнаружения кражи. Затем два комплекса протеста различного характера. Оба направлены против мачехи. А бешеная половая ревна и б борьба за деньги и власть в доме. В ночных невротических сумеречных состояниях энергетические компоненты из этих совершенно различных аффективных комплексных источников сливаются в единую результирующую в невротическое аффективное действие, аффектом носителя которого является гомогенная смесь боязни и бешенства и которая в виде результата курьезным образом имеет в виду две цели или две цепи разрядить страх и одновременно вместе с этим основательно нарушить счастье брачных ночей мачехи. Это цели, две цели. При этом в результате действия можно непосредственно проследить два, даже три комплекса, а именно боязни собаки в галлюцинации и бешенства против родителей продолжающимся часами упрямом шуме перед их дверью в то время как о страхе вызванном воровством мы только знаем, что он имел место в то же самое время и также содействовал нарушению аффективного равновесия. Это типичный пример того, как наши мотивы и действия и не только невротические сливаются в темных сферических глубинах или в темных глубинах подсознания нашего сознания питаются самыми разнообразными и непохожими друг на друга комплексными источниками. Так, следующая подглава или субглава этой двенадцатой главы называется «Формы переживания». Какие же группы переживаний являются в душевной динамике наиболее сильно действующими или легче всего вызывающими, что есть то же самое неврозы или реактивные психозы? Вопросительный знак. Клинический опыт дает нам на это совершенно определенный ответ. Самыми сильными переживаниями всегда являются те, что вызваны элементарными побужениями. На это нам одинаково указывают картины истерических, параноических и принудительно невротических заболеваний три главных группы психогенного душевного расстройства. При этом в неврозах взрослых людей, не имеющих тесного соприкосновения с жизненной нуждой, на самом первом месте, как патогенный фактор, стоит половое влечение. Можно сказать, что помимо неврозов, вызванных войной и несчастными случаями, а также детских неврозов, по крайней мере, три четверти всех реактивных душевных расстройств, основанных на половых комплексах, начиная с сильно аффективных представлений, связанных с самим половым актом, сононизмом, бессилием, извращенностью, воздержанием, койтус уинтерруптус, боязнью, беременность или заражение, чрезвеличные формы морально-половых сомнений, несчастной любви, нарушения брачной верности, разрыва брака, ревности и зависти к чужому браку, вплоть до самых сложных душевных дисгармоний, имеющих свои корни в половом влечении. Так, так как нервные дети обнаруживают часто извращенное и слишком ранее половое развитие, то и в детских неврозах половые комплексы уже играют большую роль, и прежде всего неврозы взрослых могут корениться в половых переживаниях детства, порождая комплексы, действуя на детей, прежде всего анонизом со страхом наказания за это, подобным же образом действует на них еще не запрещенный книг, посматривание половых актов и послушивание разговора взрослых, далее те извращенности, которые иногда у детей психопатов четко можно проследить уже в самом раннем детстве, мазохистическое половое возбуждение при побоях, садистические мучения животных и гомосексуальные побуждения, наконец, преждевременная настоящая влюбленность, например, с обнаруженными желаниями инцеста по отношению к собственной матери и тому подобным. Наоборот, другие виды детской истерии психологически построены совершенно просто, они являются ничем иным, как мимолетными реакциями на неблагоприятные домашние или школьные условия, избалованностью матерю, страх перед отцом, учителем, боязнь спать в темноте, простое подражание, истерическим выходом матери, братьев, сестер или товарищей по школе. Угроза инстинктам самосохранения действует, вызывая патогенные переживания в острых картинах ужаса, в неврозах, вызванных войной и несчастными случаями. Затем страх за жизнь и за здоровье в его медленно подкрадывающейся форме влечет за собой целые полчища ипохондрических комплексов, лежащих в течение долгих лет, как кошмар наличности, способных парализовать работоспособность и жизнерадостность. По отношению к этим коварным душевным вредителям врач несет главную ответственность, так как он одним словом может их устранить или наоборот вызвать. Правда, очень часто эти реакции ужаса, как и ипохондрические реакции сверхдетерминированы в их каузуальный узел, каузальный узел, кроме боязни за жизнь, вошли либо половые комплексы, либо обиды по службе или желания денег. Можно стать ипохондриком на почве возмещения арендовых убытков или получения пенсии или будучи обойденным при производстве или прежде всего на почве сексуальных угрызений совести из-за анонизма или половой болезни. Особенно странный оборот дело принимает в реакции ужаса. Какой-нибудь пусяк, выскочившая мышь, может при некоторых обстоятельствах вызвать у какого-нибудь человека самые тяжелые переживания, в то время как серьезная опасность жизни бесследно пройдет мимо него. Одна дама это сообщено Юнгом в его произведении «Ди психологии Дер умбевустен процессы» Цюрих Раша 1917 год Рашер Рашер 1917 год «Несколько лет тому назад бесстрашно переходившая в Петербурге улицу одна дама это по сообщению Юнга несколько лет тому назад бесстрашно переходившая в Петербурге улицу во время революции присвистив пуль возвращаясь вечером в обществе из гостей быстро едущий за ними кепшаш подвергает ее в сильный ужас она теряет голову и до тех пор бежит перед лошадьми пока не падает обессиленная и при продолжительной истерической реакции ее относят обратно в дом хозяина где она была в гостях анализ сдает следующее первое ребенком она пережила ужас от опасного для жизни эпизода с лошадью обрушившись с экипажем в реку второе она борется с подавленным чувством любви к этому самому хозяину который правда в эту же ночь сделал ей пламенное признание и так мы здесь снова имеем каузальный причинный узел совершенно гетерогенных первичных комплексов старых воспоминаний ужаса и нового любовного желания они лежали готовыми в сфере сознания новое переживание ужаса если можно так выразиться попадает в насыщенный раствор еще маленький толчок и все это кристаллизуется такие подготовленные душевные ситуации называют констелляциями как раз реакции ужаса или боязни в своем появлении степени силы часто в значительной мере зависят от сферических констелляций или наложений и сложений также и совершенно гетерогенные комплексы ничего общего не имеющие с ужасом могут как мы это видели в нашем примере действовать констеллирующим образом при условии сферического слияния импульсов то есть при условии бессознательного подсознательного слияния импульсов подобный бессмысленный испуг от лошади я недавно наблюдал у стареющей девушки младшая сестра которой только что обручилась причем она сама должна была играть по отношению к ней роль золочки она сильнейшим образом испугалась проезжавшего мимо экипажа и в результате не была в состоянии ни стоять ни ходить так что сама стала центром семьи получая самый заботливый уход в данном случае испуг подготовлен с завистью жаждой любви и лучшей доли подобным же образом довольно часто скрываются гетерогенные явления как например подавленная ненависть старые половые комплексы и тому подобное за бессмысленными представлениями страха и фобиями за навязчивыми опасениями смерти любимых близких убийства собственных детей а также за курьезными приступами страха при виде мушей крыс гусениц порхающих птиц и змей нам не нужно объяснять что стремление к материальному благосостоянию или наоборот боязнь материальной нужды является одним из важнейших возбудителей в больших группах простых неврозов они хорошо знакомы каждому врачу практику в области экспертизы по поводу присуждения аренды или пенсии или возмещения в то время как материальные стремления масс чувственно окрашены нуждой или завистью рассентимент как мы это наблюдаем в неврозах вознижших на почве ренты эти же стремления у вождей промышленников и капиталистов специфически окрашены борьбой за власть соответственно этому мы здесь находим и другие виды неврозов так прежде всего настоящую невростынию истощение нервов благодаря чрезмерной работе при условиях тяжелого напряжения воли и ответственности затем острые нервные кризисы а у циклотемиков настоящие задержанные депрессии в виде реакции на опасное положение дел конкуренцию забастовку или материальный крах несмотря на то что значительно преобладающей по силе и частой и частой повторяемости главной массой всех факторов вызывающих переживания и вместе с тем неврозы являются три основные группы инстинктов половые инстинк самосохранения и инстинк питания или заработка мы все же не должны проходить мимо более мелких групп важных переживаний которые возникают не непосредственно из побужений но главным образом из социальных констелляций и этических чувств переживания изолированности душевного одиночества вызывают самые различные формы глубоких душевных воздействий таковой является своеобразная группа реакций тоски о родине у молодых девушек которые могут повлечь за собой типичные и неожиданные действия как поджог или убийство детей чаще порождают приходящее душевное легкое заболевание формы реактивных депрессий или общих нервных недомоганий таковыми же являются и реакции вызванные лишением свободы которые особенно проявляются у находящихся последствиям в одиночке или усидящих в длительном заключении в исправительном доме они проявляются или в форме острых взрывов аффектов или в форме истерических или реактивно шизофренных механизмов или наконец как хронические каотативные бредовые состояния бред помилования как идеи сутяжничества кверулянтен идеен и преследования еще более хронический характер воздействия имеет подобно среде глухота так как она создает благодаря длительному одиночеству и отсутствию удобного душевного общения с окружающими раздражительное и подозрительное состояние души из которого может развиться исполненный страх и исполненный страхом бред преследования психологически родственным является перенесение в среду чуждую по языку что у примитивных людей например во время войны у восточноевропейских солдат вызывает иногда острые маниакальные реакции страха значит смотри работу Эр Аллерса Эва Псюхогены Штерюнген Ин Шпрах Фрэмда Ум Гэбен Цайшрифт Ферди Гезамта Нойрологи Ун Псюхиатрия 60-1920 год Автор Эр Аллерс О Психогенных Расстройствах в области значит чужого языка или в значит во время пребывания в непонятном иностранном языке значит окружении значит журнал для нейрологии психиатрии номер 60 за 1920 год ближе всего к переживаниям изолированности стоит смерть любимых близких она часто вызывает у циклотимиков реактивные депрессии режемании у шизоидных психопатов и скрытых шизофренов она причиняет своеобразные воздействия особенно в тех случаях когда в период половой зрелости и после него сохраняются сильные пережитки инфантильной связи с матерью смерть матери в таких случаях дает иногда сигнал к острой шизофренической катастрофе или же чувство внезапной беззащитности дает вспыхнуть сенситивному бреду придавания всему особого значения по отношению к себе матери и сестра могли бы могли быть последним хрупким звеном между осиротевшим и окружающим его миром после их смерти возникает в виде контраста непонятная холодная ненависть по отношению к другим близким или происходит замена в образе женщины несколько более взрослой которая является одновременно матерью и возлюбленной что создает своеобразно колеблющийся оттенок эмоций но это все психоанализ но вот тут кречмер значит действует как психоаналитик типичную роль при возникновении экспансивных развитий и реакций в частности бреда сутяжничества кверулянтен ван играет переживание нарушенного права и оскорбленной части многочисленных неврозах возникших на почве ренты пенсии материального скажем так замещения да возмещения рядом с действием переживания ужаса жажды наживы страхом перед материальной нуждой и похандрической боязливостью играет роль и сознание правовой обойденности из этих различных компонентов могут у невротика на почве ренты создаваться своеобразно колеблющиеся смещения всей его аффективной установки переживанию мнимой или действительной обойденности со стороны суда или ведомства родственные известные конфликты связанные с чиновичей карьерой в то время как ошибочное призвание может вызвать длительно искаженную установку личности например внутренние затруднения теологов по неволе такие переживания как обойденность карьеры преждевременная отставка легко способствует возникновению тяжелых аффективных реакций нервных состояний депрессии и особенно параноических установок вплоть до подлинного бреда притеснения психологическом отношении хронические конфликты с начальством или строптивыми подчиненными могут часто также приобрести очень серьезное значение следующая подглава 12 главы носит название ресентимент чувство злобы и борьба за власть теперь нам остается рассмотреть две типичные констелляции имеющие основное значение прежде всего не только как острые реакции переживания но также и как длительно пребывающая окраска общего фона человеческих чувств и всей жизненной установки таковыми являются ресентимент и борьба за власть по терминам ресентимент введен в немецкую психологию Ницше значит этот термин ресентимент введен в немецкую психологию Фридрихом Ницше генеалогия морали это его книга генеалогия морали мы подразумеваем комплексную установку чувствования людей действительно или мнимо обойденных в жизни пораженные с завистью и нуждой жизненные воззрения перспективу жизни снизу сверляющее постоянно возобновляющее чувство скрытого внутреннего возмущения типичную установку слабого против сильного бедного по отношению к богатому безобразного по отношению к красоте больного вырождающегося и увядающего по отношению к здоровью и молодости и одновременно с этим здесь отмечается тенденция катативной переоценки придающей слабому и бедному этически более высокую ценность рессентимент злость злоба ненависть может быть источником самых идеальных и самых низменных этических импульсов смотря по тому как мы будем его рассматривать здесь же мы не будем его рассматривать ни с той ни с другой стороны а просто как психический феномен добрая часть этики культурных народов исторически вытекла из возмущения большинства слабых против угнетающего меньшинства против бессердечного использования обладания собственностью властью и духовным превосходством за счет побежденных в жизненной борьбе высоко одаренные люди сами пострадавшие сами бывшие бедными больными или душевно слишком легко уязвимыми воплотили свое страдание по отношению к страдающим в слова которые открывают новые общественные эпохи это можно проследить на христианской этике и особенно хорошо на личности Жан Жака Руссо в известных стадиях культурно-исторического развития рессентимент и сострадание приводили почти к полному видоизменению нормальных масштабов ценности к тенденциозному иногда граничащему с извращением этическому предпочтению духовно-бедных голодных и беспризорных нищих и больных грязи лохмотьев чумной вони и вместе тем к недооценке сильной здоровой жизненной работы которая воспитывала общественных паразиток в таком количестве что это влекло за собой как например к концу средних веков тягчайшие бедствия этот антагонизм между моралью господ и рабов между индивидуализмом и социализмом и теперь еще глубоко влияет на врачебно-общественные вопросы на карательно-правовую оценку на общественные попечения о детях и на уход за душевно-больными и еще совсем недавно он снова смещался в вопросе о праве уничтожения это хох и биндик общественных неценных жизней ну кстати вот так немцы делали нацисты не немцы а нацисты они считали они уничтожали значит тех больных вот ну скажем душевно больных физически больных которых они значит вот как раз и определили поставили в разряд неценных жизней а обратной стороной сострадания и альтруистической этики является скрытая или явная зависть и ненависть ничтожного по отношению к великому тенденция очернить то что блестит и затоптать в грязь возвышенно или по крайней мере в силу легких уколов и притеснений считать себя самого не потерпевшим никакого ущерба в своей малости или в ничтожности в этих маленьких средствах очевидный воля к власти тенденция продвинуться снизу вверх у сильных натур это проявляется как открытая борьба за власть доверяющая только собственной силе и не считающаяся с обществом в культурно историческом развитии протекающем как известно в антитезах борьбы за власть индивиу индивидуалистическая мораль господ временно была вновь провозглашена Фридрихом нища для нища как раннего шизотимика очень характерно что он так остро почувствовал в построении альтруистической этики антитетические элементы рессентимента простую же естественную благожелательность добродушие дружеское отношение человека к человеку все что может побудить также и сильно вас защищать и беречь слабого хотя бы потому что ему это самому доставит удовольствие и радость он совсем не заметил а именно этот последний элемент был бы особенно близок циклотимику или среднему человеку смешанного типа противовес крайностям альтруистической этики психология неврозов в некоторых частях дает интересное отражение этой борьбы за власть между побежденными и победителями смотри книгу Адлера Илба Дэн Нервезен характер Висбаден Бергман 1912 год Адлер знаменитый бывший сотрудник скажем так коллега или приверженец идеи Фройда который затем отошел и который написал известную книгу о нервном характере издана Висбадене в издательстве Бергмана в 1912 году Как раз многие из истерических механизмов являются ничем иным как неврозами в основе которых скрыта определенная цель и которые имеют ввиду самозащиту они являются маленькими и часто удачными средствами слабых и нервных индивидов направленных к тому чтобы подняться и восторжествовать несмотря на неравную игру над умом и могущественными средствами сильных и здоровых мы наблюдаем это в массовом эксперименте над неврозами вызванными войной и несчастными случаями где людям душевно слабо одаренным удавалось часто вести в обман умных и склонить их к состраданию и вниманию посредством производящих впечатления но не глубоко истерических продукций удавалось даже достигнуть важных преимуществ перед сильными и здоровыми бывшему уже приводили пример стареющей девушки которая при помощи истерической реакции ужаса основным образом улучшила и даже совершенно переменила свое положение внутри семьи из безобразной игнорируемой всеми неспособной золочке по отношению к счастливой обручившейся сестре она превратилась затем сразу в центр семьи обслуживаемой и ценимой всеми заботливой любовью в основе таких невротических семейных отношений лежит особый рот уравновешивающей справедливости но иногда и тягчающая ирония таких случаев когда истерический ребенок тиранит родителей ужасающими судорогами и припадками бешенства или когда холодная ищущая наслажение жена своим припадкам или всегда наступающим в нужный момент обмороком делает своим рабом здорового мужа в этих случаях ясно проявляется рассентимент и борьба за власть истерический невроз часто является ничем иным как продолжением борьбы за власть только с измененными средствами часто мы не можем в этом не усмотреть холодного расчета но быть может чаще чувство рассентимента является сферическими то есть подсознательными диффузными скрытыми в душевных глубинах а вытекающие из них невротические реакции инсинктивными или полуинсинктивными как реакция самосохранения у преследуемых маленьких животных только многозначительная улыбка непроизвольно обнаруживающаяся на лице многих истериков во время проведения припадочных симптомов выдает скрытый триумф слабого над сильным важную роль могут играть рессентимент и борьба за власть и в развитии характера первичные линии предрасположения какой-нибудь личности могут быть подчеркнуты усилены или наоборот сглажены потребностями жизненной борьбы если при этом у личности не достает сил к развитию то получается всякого рода половинчатости кажущиеся образования и обманчивые видимости действующие как настоящие составные части личности но являющиеся ничем иным как мерами предосторожности это по Адлеру намеченными позициями слабыми форпостами для того чтобы провести и запугать и запугать противника так далеко возникает то что называется сверх компенсация это опять адлеровский термин то есть чрезмерно сильная подчеркнутость некоторых качеств должностующих крыть за собой внутреннюю осознанную слабость нередко приходится наблюдать что горбатые физически безобразные и незаметные люди являются особенно честными элегантно и тщательно одеваются и причесываются постаревшие действительно очень безобразные карликообразная барышня привыкла к своим в своем шизофренном психозе карикатурной слащавой улыбке с которой всех спрашивала но разве нет во мне чего-то очаровательного за усиленным курением сигар от кашливания хвостовством показыванием мускулатуры полувзрослых юношей скрывается хотя они в нем и не признаются сознание полусозревшей мужественности неоднократно осмеянное чубанство выскочки выдает его недостаточно внутреннюю уверенность в общении в высшем обществе или с высшим обществом отсутствие собственной ценности и искание собственной ценности это работа шторха значит психологии и патологии самооценки восемнадцатый год определяет многое вложенных искаженных чрезмерных и карикатурных чертар в характере вырождающихся истериков и шизоидных анестетических психопатов а именно то искание производящее сильное впечатление внешности при полном отсутствии внутри необходимых для этого данных то судорожную часто производящую смешную но часто также и почти трагическое впечатление борьбу направленные к тому чтобы с ненастоящими средствами произвести настоящее впечатление изображая избалованного литератора с пустотой в сердце или же проявляя теплое человеческое чувство там где внутренне нет никакого озвука на человеческие страдания гораздо тоньше проявляется сверхкомпенсация в некоторых чертах характера чувствительных типов или сенситивных типов моральная скрупулезность принудительного невротика получилась в результате борьбы с сильно извращенными или распутными половыми влечениями чрезмерная мания величия нежных натур ученых и художников берет начало из постоянных полупоражений их слабой нервной системы суровыми жизненными ударами так развивается в течение жизни сверхпервичных основ влечений и темперамента личности целая надстройка компенсаций гарантий торможений так как фиктивные руководящие линии это выражение Адлера возникает роль идеального я образ собственной личности так как она кажется желательной самому и другим эти фиктивные линии образуются как опыт приспособления к окружающей среде и могут сильно в различных отношениях искривлять себя а вместе с тем развитие характера в целом подавлением соответствующего переживания идеальное я таким образом воздействует сильно на первоначальные возможности реакции личности так может например нервозный человек с тем же самым зачатком темперамента в зависимости от действующих на него течение эпохи духовных идеалов факторов воспитания создавать один раз фиктивные руководящие линии человека господина другой раз человека находящегося находящего в страдании блаженства мученика или умного стойка третий раз избалованного эстета и усвоить себе в жизни соответствующий формулы реакции дегенеративный истерик меняет свое идеальное я часто как бы играя подобно театральным ролям у других жизненная роль переходит в другие катастрофично как будто непонятно и однако внутренне с полным смыслом так бывает при многих обращениях например у Толстого но для опытного взгляда основы темперамента и влечений большей частью возможно хорошо узнать через это фиктивное идеальное я ибо многие роли подходят только к определенным темпераментам и так же одна и та же жизненная роль дается различными темпераментами с характерно различным оттенком ну вот на этом я и завершил чтение главы двенадцатой части четвертой глава двенадцатая переживания комплекс экспекционная идея психическое переживание как причина формы переживания ресентимент чувства злобы и борьба за власть следующая глава тринадцатая примитивные реакции ну следующую главу я зачитаю вам в следующий раз а на этом я доктор Джордж Горбатов завершаю чтение сегодня материалов из моей библиотеки как всегда как обычно рутина я сердечно благодарю всех потенциальных слушателей зрителей этого ролика за проявленный ими интерес ну и прощаюсь с вами до следующего раза хочу просто напомнить что когда я зачитываю большие произведения то в принципе в принципе все главы все отделы все части этого произведения я размещаю в одном плейлисте то есть плейлист как книга как книга только какая цифровая книга не аналогово напечатанная цифровая или скажем так звуковая озвученная вот поэтому слушайте смотрите и получайте удовольствие выбирайте какая глава из вас интересует больше то и слушайте если хотите получить общее представление то естественно вам имеет смысл прослушать просмотреть весь плейлист итак спасибо и до свидания спасибо